Здравствуйте, дорогие мастера! Сегодня мы работать не будем, будем просто говорить, но по делу. И получается у меня вот такие вот обрезки ценных пород древесины, редких пород. Здесь вы найдете в этой посылочке орех манчжурский. Я предлагаю моим подмастерьям, тому, кто первый напишет комментарий под этим видео, эту посылку я отправлю на стамески Корнеева с моей заточкой. Будут стоить процентов на 30 дешевле, чем практикующим мастерам, чем подписчикам на канале YouTube. Я предлагаю, буду отправлять, у кого есть желание, вот такие посылки. Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, друзья! Сегодня я хотел бы озвучить вопрос, который часто пишут мне и в комментариях, и на почту. Некоторые коллеги пишут, это где взять материал, который вы демонстрируете, показываете нам, расхваливаете для нас. Вот, и коллега написал, говорит, Николай, вот что делать, как быть? Я говорю, во-первых, я не занимаюсь в промышленных масштабах заготовкой. В частности, вот то, что я делаю, орех, да, это у меня базовый материал, орех манчжурский, да. Я где-то делал видео, как я готовлю этот материал, то есть захожу в лес, там, по снегу, где-то, где-то на мотосанях, вывожу там валежник какой-то, поднимаю, распиливаю пилами, поднимаю на крышу, высушиваю, потом распускаю на брус, там, и уже выкраиваю, и делаю там изделия какие-то. То есть материал у меня готовлю я для себя таким моментом. В промышленности, в промышленности он, как бы, его нет. Ну, то есть я не могу купить, потому что даже на Дальнем Востоке я интересовался, но он запрещен по закону, да, там. Тем более бархат. Бархат, это вообще, бархат амурский, он, во-первых, он дерево, символ Дальнего Востока, и плюс еще и находится в Красной книге, поэтому такого материала тоже вы не найдете, да. Но, все-таки, материал у меня кое-какой есть для себя. И небольшие размеры, это вот, обратите внимание, вот эта вот посылочка, стандартная почтовая посылка, она весит здесь материал, и вес ее 4 килограмма. Материал сухой, вот то, что я могу вот такими мелкими посылками, да, предложить. Это, ну, я считаю, для тех, кто занимается мелкой пластикой какой-то, это может быть выход из положения. Вот, это, это у меня бархат амурский. В процентном отношении бархата в этой посылочке у нас 20 процентов. Вот этот вот, вот эти два бруска и дощечка, вот это, это кедр. Видите, материал весь нулевой, то есть без сучков, без каких-то черноточин. Ну, и 50 процентов этой посылки, вот такие вот заготовки, заготовки ореха. Даже вот такой вот есть красавец, попадаются такие. Это какая-то у него там, может быть, неприятность в дереве случилась, и она вот так вот разводами. Ну, обратите внимание, вот такой вот орех. Это я собрал коллеги, который очень попросил, потому что говорит какие-то у него там свои проекты и для этого необходимы ему. Но, вот это максимум, что я могу предложить коллегам, которые занимаются мелкой пластикой. Ну, вот, если повоображать, допустим, меня многие услышат, я надеюсь, которые занимаются именно мастера, да? Которые занимаются уже на протяжении какого-то время резьбой по дереву. Это сделали простое изделие, да, и вот этими вот фрагментами из этого материала, то есть это может быть розетка, это может быть украшенный уголок на рамке, да? Это может быть что-то, что-то, какое-то навешие на той же ключнице, то есть мелкие вещи. Кто-то занимается, делает шкатулки или вообще готовит подарок для дорогого сердцу человека. Пожалуйста, заказывайте, пишите, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну, больше, 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 больше предложить я не могу, потому что этот материал я готовил для себя, для своих работ. Ну, а вам, вам хотелось бы пожелать здоровья, мира. Я понимаю, что вы также понимаете, что резьба в нашей жизни, именно вот в сегодняшнем дне, да? Это, мне кажется, не просто веревочка, за которую держишься и спасаешься, дощечка, по которой там спасаешься от чего-то, переходя там какую-то пропасть, да? Ну, это прежде всего наше психическое здоровье. Меня, наверное, поймут мастера, которые с головой уходят в работу, да? И как бы уже не видят ту разницу, что в телевизоре и за окном. Здоровья вам, успехов, до следующих встреч! Здоровья вам, успехов, до следующих встреч! Здоровья вам, успехов, до следующих встреч!